Слушайте, такая вот, новые районы, вот эти застраивают, это вообще жесть с парковками, конечно, мы сейчас наехали вот на этот синий баюк, нам надо припарковаться и не можем, это кошмар, все заставлено, это такая нервозность, мне кажется, когда с работы едешь и у тебя все мысли, так, как найти паркинг, как найти паркинг, или надо раньше приехать, чтобы паркинг, да, надеюсь, тут еще не раздевают машины. Это как? Ну, колеса там не снимают, не угоняют. Так вот мы ездим, вот так вот. Повезло, вот так повезло. Я помню, в академическом тоже заехала. Так, конечно. Не ставят, вот их реально не видно. Но, заезжаешь и не видно, ага. Портишь машины. Так, у нас погодка подпортилась немножко. Ныря пошла маникюр снимать, намаялась. Вот смотри, если бы мне разрешила ты ей делать этот маникюр, да, она бы и не поняла, как это неудобно, длинные ногти. А сейчас она ждет, прямо не дождется, когда пойдет снимать его. Вот сейчас побежала спиливать. Экзамены сдала, время есть. Экзамены внуки сдали отлично просто. Учителя вообще их похвалили, да. Я, конечно, знала, чтобы он колоссальную работу проделал. Потому что настолько, это вообще. Вообще молодцы. Просто по высшим баллам. Ну, Нелли, это понятно, она вся. А Филипп особенно учитывает. Да. Ну, я хочу сказать. А он нисколько и не боялся. Он сдал, говорит, ой, я спокойно шел, потому что, говорит, я все знаю. Вот это. Никакого у него даже нервного стресса не было. В общем, молодцы. Мама молодец. Старались. Так, мы поехали в наше прошлое место жительства, на Декабристов. Классно. Ага. Ой, больно. Смотрите, классные. Какие классные. Да. Вот они. Вот они, мальчишки. Из которых, это же. Из них там мужчин делают, да. Стоящее. А окей. Дождик у нас. Вот, и мы едем на Декабристов, где Людочка живет. Все Людочку знают. И будет у нас встреча. Приехали в родные пенаты аккуратно. Вот здесь вот мы жили. Лена до первого класса здесь жила. Вот в этом доме. Ну да, ты что, не помнишь? Вон он. Вот тут все, видишь, изменилось. Новые магазинчики побелили. Дома не всегда желтые были такие. А сейчас белые сделали. А так-то ничего не поменялось. Ну, а Люда вон там подъезд. Ну, а нас что, тут? Давай тут. Мы круг сейчас сделаем. Вот, и кто не знает нашу историю с Людой. Вот мы с ней жили здесь вместе 10 лет, но мы не знали друг друга. Я вот жила, а мы жили вот в этом подъезде, вот в этом. Вот в этом. На четвертом этаже он там какой-то мужчина смотрит с кухни. Вот тут вот жила подруга Люда. Так это купили у нее под нежилое? Да, конечно, у нее кактус все скупил. Считай, вот я рассказывала ту историю. Вот кому-то как с квартирами везет. Всего одну комнату ей досталось. Неожиданно сосед умер, алкоголик. У него никого родных не было. Они забрали эту комнату парикмахерская, кстати. И потом бабушка с дедушкой тут жили. И бабушка такая деятельная оказалась. И выбила себе на втором этаже комнату. А эту оставили, и они заняли третью комнату. А потом все просили. Да, а потом начало вот это нежилое помещение переводить. И представляешь, к ним вот этот кактус-ресторан пришел, говорит, мы вам дадим шикарную квартиру трехкомнатную, а вы нам отдайте эту. Вот так вот. Ты представляешь, из комнаты у них-то все выросло. Вообще прекрасную квартиру в новом районе, да. А мы в комнате жили. Нам только соседи прибавлялись и прибавлялись. И это потом у нас была тоже на первом этаже квартира. Ни разу к нам никто не пришел, не сказал. Да, да, да. Вот тут мы жили, да, на Советской тоже. А потом еще до кучи законов вменили, что если окна не выходят на центральную часть, на центральную улицу, то ее нельзя переводить в нежилое. И в итоге у нас даже там в 2010 году мы даже уже не смогли перевезти на жилое. Да. В общем, нам как-то, видите, не перло так. Ну, вот так вот бывает. Надо же ведь. И все, вот. И едем. А вот Людочка жила вот в том подъезде. И мы с ней друг друга вообще не знали. Наши мужья где-то, оказывается, вместе даже гулеванили тут ходили. Ну, видите, тут такая публика живет. Не очень. Разная. Да, разная, так скажем. И, представляете, и познакомились мы с ней в Америке. Оказались рядом в городках, живем. И Люда мне написала. Мы с ней куда-то поехали. И потом, ё-моё, ты что тут жива? Она говорит, тут. Я говорю, так и я тут жива. Ещё, оказывается, я и её сын старше ходили, это, к одному участковому врачу. А, к одному участковому ходили. И выходили в один садик просто. Он постарше у неё. Старше сыну Люды. Алексей. Вот, а Людочка вот в этом подъезде живёт. Вот, по-моему, на четвёртом этаже тоже. Вот. Вот так вот мы с ней тут жили, с первыми мужьями. Представляете? Вот, надо же. Как оно бывает? Пошли ещё там проедем, как раз она приготовится. Поедем сейчас в кафешку, посидим. Люда к нам в офис придёт. Она никогда не была, хочет тоже посмотреть. Смотри, что у нас там такое. Можешь припарковаться? Давай припаркуемся. Что-то тоже сделаем. Вот, интересно, сколько сейчас тут коммуналок. Здесь или все уже куплены. Или есть ещё много. Видишь, вот такая внутри тундра. Вообще классные машины. Огромные. Классные. Жду Люду. Она спускается уже, сказала. В подъезды не зайдёшь. Всё. Сейчас на кодовых замках. Хотела хоть вовнутрь зайти, посмотреть, как там. А никуда не проникнуть. Везде оборона. Наконец-то, кто-то его продают. Я и удивилась, что что там молока-то вообще ни о чём. Дизайн просто покажу. Заказ делаем. Ждём. У тебя и время-то не лечит. А у меня всегда. Я когда сажусь в самолёт, и он взлетать начинает, у меня всегда вырубает. У меня всегда уши закладывают. А у меня всегда я просыпаюсь, мы взлетели. Я не знаю, почему у меня тоже всегда всё. Ну, заказывали вкусняшки всякие. Так, привезли Людочку в офис. Сейчас будем предлагать товары из Америки. Сейчас я что-нибудь куплю. Катистка отменная. Сейчас мы тебе покажем. О, колосится. После стирки ничего не вытягивается. Цвет не теряет. Ладно. Не, ну это правда. Можно отзывы почитать. Я мечтала у тебя что-нибудь купить. Ой, распродажа. Я сейчас на распродаже. Всё, закончилось, закончилось, да. Блин, я опоздала, Оля. Что такое-то? Может, могла бы для меня это что-то оставить? Вот Людочку пригласили в наш магазин. Вот видите, приглядела кофточку. Я хочу кофточку сиренеть. Видишь, кому-то? Красивая. Да. Я люблю этот цвет очень. Я пригласила. Знаешь, как она красиво смотрится на плечи? Да. Нет, так что-то без света плохо. Я люблю такие кофты. Всё, я с вами покупаю. Вот это обувь у нас для показа. Вот это нам Юля луки придумала. Мы будем фотосессию делать скоро. И будем продавать комплектами луками, потому что она очень хорошо подбирает, знаешь, штаны, кофточка. Вот как у тебя, допустим. Ты подобрала вот так вот целиком? Женцы, кофточку, бижутерия. Вот такой я лук тоже составила. Видишь, вот этот вот сарафан из Нью-Йорка. Он, кстати, с ольном. И вот такой кардиган. Очень красиво смотрится. Да. А кто вам этот лук-то будет делать? Юля. Я тоже могу вам лук делать. Да, ты тоже можешь. Да. Как-нибудь приеду. Ты тоже хорошо составляешь. Посмотри, у тебя каждый раз красотища. Так что давай приезжай к нам луки тоже делать. Я буду луки делать вам. Посмотрите, какую вкуснятину я ем. Это смородина, шоколад, манго, мороженое. Это фантастически вкусно. И конфеты какие-нибудь. Посмотрите, купили. Правда, так нехило, да, у нас получилось? Вообще нехило. Два сока апельсиновых. Вот такие конфеты. Да. 83, 24. Нет, 30 долларов. А, 3,25. Да, 30 долларов. Ну, конфеты какие-то тоже очень вкусные. Какой? Вишня в шоколаде, трюфеля. Даш, мне тоже попробовать. Трюфеля уже. Да, Даш, мне попробовать. Ты тоже хочешь? Я к нему сегодня 2 покупаю. 4? А, 4, а так не 1. Вот это трюфеля, вот это я тоже покупаю. Посмотрите, как у нас в Екатеринбурге все украшено. Все сделано. Это мы с Гринвичем. Гринвичем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...